Эти фотографии нам скинули телезрители. Очередь до самой остановки проспекта Мира. Километровое столпотворение напоминает дефицитные советские времена. Вот только стоят люди не за колбасой, а просто пришли переоформить субсидии на тепло. Многие, не выдержав многочасового ожидания, просто ушли. Это бардак. Судо. Внутри управления в прямом смысле слова жарко. Горожане недовольны. Общение чуть ли не на повышенных тонах. Конечно, там не около остановки стояло. Пришли, а талонов нет. С 5 часов люди очередь ходят, занимают. Мы пришли к 8 и талон не получили. Мы собираемся заходить по живой очереди. А примуты? Должны, сказали. Я бабушка взяла два талона. Мне не дали своим детям сдать документы. Пришлось опять. Ей отпрашиваться надо с работы. Так это же невыгодно. Начальник соцзащиты лично. Ее специалисты вышли к недовольным нижнекамцам, чтобы объяснить, что простаивать в очереди ни к чему. Потому что в следующей среде народу не будет. Не будет народу. Потому что люди не понимают, что в месяц есть три жизни. Во всем этом виноваты сами люди. Дело в том, что многие сегодня пришли не в свой назначенный день. Вот и получился коллапс. Когда нужно прийти? У каждого домохозяйства напечатан на счет квитанции по оплате. Вот, к примеру, период перерегистрации на ваше домохозяйство с 17 августа по 15 сентября. Целый месяц. Человек может в течение месяца сам решить, когда же он пойдет. Но чтобы избежать очередей и сохранить нервы, в Управлении социальной защиты перешли на новый график работы. И вот еще несколько рекомендаций пенсионерам. С 1 по 10 сентября, с 1 по 10 октября, с 1 по 10 ноября работающее население на руках еще не имеет доходов своих. Поскольку предприятие выдает справки о доходах как бы после 10 числа. Вот в этот период мы всегда говорим о том, чтобы пенсионеры к нам приходили именно в этот период. Масло в огонь добавляют еще и те, кто приходит оформлять компенсации за посещение садика. Стоять в толпе родителям не обязательно. Сдать документы можно в любом дошкольном учреждении. График выездов, специалистов, сады висит в Управлении соцзащиты. А что касается субсидий на тепло, с 5 до 7 вечера в будни здесь принимают документы без талона по живой очереди. В среду до обеда по талонам, после 2 и до 7 по живой очереди. Специалисты Управления социальной защиты еще раз напоминают и обращаются к нижнекамцам. Переоформить субсидии можно также в выходной день. В субботу прием ведется по живой очереди с 8 до 2 часов дня. Айгул Леблонская, Максим Липин, Новости НТР.